Добрый день, дорогие друзья! Я рада приветствовать вас на традиционных летних чтениях. А читаем мы сегодня рассказы Надежды Александровны Тефи. Писательница родилась 24 апреля 1872 года в Петербурге, в дворянской семье. Отец Надежды Александровны, Александр Владимирович, был известным адвокатом, профессором криминалистики, издателем и редактором журнала «Судебный песник». Мать была обрусевшей француженкой, хорошо знала русскую и западноевропейскую литературу. Тефи вспоминала, что детей воспитывали в семье по-старинному, давали развиться индивидуальности, но ничего особенного от них в этот момент не требовали. Так в семье выросли два литературных дарования. Старшая сестра Мария, которая впоследствии взяла псевдоним «Мира» и стала известной поэтессой и Тефи. Старший брат Николай избрал карьеру военного и стал генералом. Литература Тефи начала увлекаться еще в детстве. Ее любимыми авторами были Пушкин, Толстой, Достоевский и Другинев. Ее дебют состоялся в журнале «Север», на страницах которого появилось стихотворение «Мне снился сон, безумный и прекрасный». А через три года писательница начала публиковать свои филейтоны в биржевых ведомостях. В 1905 году в ежемесячных литературных и популярно-научных приложениях журналу «Нива» был напечатан ее первый рассказ «Рубин принцессы». Псевдоним Тефи Надежда Александровна впервые использовала, подписав одноактную пьесу «Женский вопрос». Публикации Тефи отличались злободевностью и остроумием. С детства любившая рисовать карикатуры и писать сатирические стихи, писательница быстро завоевала любовь к читателю. С работой в сатириконе связан новый творческий взлет Тефи. В своем творчестве она стремится к максимальной жизненности, находит смешное в обыденном. В 1910 году в издательстве «Шиповник» выходит сборник стихотворений «Семь огней» и первая книга юмористических рассказов, большинство которых уже появлялось на страницах русского слова. Сборник имел блестящий успех и в этом же году переиздавался три раза. Вскоре появилась и вторая книга юмористических рассказов, сделавшая имя Тефи знаменитым и признанным не только читателями, но и критиками. В первые две книги вошли разные по характеру рассказы, в том числе и политические, но всех их объединяют герои, неизвестные личности, а обычные люди. Вслед за двухтомником рассказов выходят книги Тефи «И стало так» – «Карусель», «Дым без огня», «Ничего подобного», «Неживой зверь». В преддверии революции в творчестве Тефи все чаще начинают звучать грустные ноты. В сборник «Неживой зверь» входят только серьезные рассказы о неумении людей понимать друг друга, что часто приводит к трагической развязке. Непонимание, неприятие и растерянность вызвала у писательницы и Октябрьская революция, хотя февральскую она приняла. В 1920 году Тефи обосновывается в Париже, где уже долгое время жил ее брат Маколай. В воспоминаниях писательницы остались строки, наполненные щемящей болью от расставания с Родиной. Надежда Александровна начинает печататься в парижской газете «Возрождение», новый номер которой всегда с нетерпением ждали. Ее произведение печатают не только в Париже, где она живет, но и в Риге, Нью-Йорке, а также Берлине, Шанхае, Стокгольме, Праге и Белграде. Надежда Александровна становится одной из крупнейших фигур русского зарубежья. После окончания Второй мировой войны писательница получает приглашение вернуться в СССР. Но на этот шаг она так и не решается. В 1952 году в Нью-Йорке выходит последняя книга Тефи «Земная радуга», в которой писательница демонстрирует все свои творческие возможности. Здесь и эмористические рассказы, и автобиографические заметки, и злая сатира, и лирические произведения. А 6 сентября 1952 года Тефи скончалась в деревне Мурсан в пансионе и была похоронена на русском кладбище рядом с Буленой. Что же рассказывает Надежда Александровна о своем литературном имени? Меня часто спрашивают о происхождении моего псевдонима. Действительно, почему вдруг Тефи? Что за собачья кличка? Уж если захотела взять псевдоним, можно было выбрать что-нибудь более звонкое или, по крайней мере, с налетом идейности, как Максим Горький, Демьян Бедный, Скиталец. Это все намеки на некие политические страдания и располагают к себе читателя. Кроме того, женщины-писательницы часто выбирают себе мужской псевдоним. Это очень умно и осторожно. К дамам принято относиться с легкой усмешкой и даже недоверием. И где это она нахваталась? Это, наверное, за нее муж пишет? Так вот, хочу честно объяснить, как все произошло. Происхождение этого литературного имени относится к первым шагам моей деятельности. Я тогда только что напечатала два-три стихотворения, подписанные моим настоящим именем, и написала одноактную пьеску. А как надо поступить, чтобы эта пьеска попала на сцену, я совершенно не знала. Все кругом говорили, что это абсолютно невозможно, что нужно иметь театральные связи и нужно иметь крупное литературное имя, иначе пьеску не только не поставят, но и даже не прочтут. Вот тут-то я и призадумалась. Прятаться за мужской псевдоним не хотелось. Лучше выбрать что-нибудь непонятное, что-нибудь, ну, ни то, ни сё. Но что? Нужно такое имя, которое принесло бы счастье. Лучше всего имя какого-нибудь дурака. Дураки всегда счастливые? За дураками, конечно, дело не стало. Я их знавала в большом количестве. И уж если выбирать, то что-нибудь отменное. И тут вспомнился мне один дурак, действительно отменный, и вдобавок такой, которому везло, значит, самой судьбой за идеального дурака признан. Звали его Степан. А домашние называли его Стефи. Отбросив из деликатности первую букву, чтоб дурак не сознавался, я решила подписать пьеску свою «Тефи». И будь что будет, отправила её прямо в дирекцию театра. Прошло два месяца. О пьеске своей я почти забыла. И из всего затем сделала только назидательный вывод, что не всегда их дураки приносят счастье. Но вот читаю как-то новое время и вижу нечто. Принято к постановке в малом театре однартная пьеса «Тефи. Женский вопрос». Первое, что я испытала, безумный испор. Второе, безграничное отчаяние. Я сразу вдруг поняла, что пьеска моя непроходимый вздол. Что она глупа, скучна. Что под псевдонимом надолго не спрячешься. Что пьеса, конечно, провалится с треском и покроет меня позором на всю жизнь. И как быть, я не знала. И посоветоваться-то мне не с кем было. И тут еще с ужасом я вспомнила, что, посылая рукопись, пометила имя и адрес отправителя. Хорошо, если они подумают, что это я по просьбе автора отправил пакет. А если догадаются, тогда что? Но долго раздумывать не пришлось. На другой же день почта принесла мне официальное письмо, в котором сообщалось, что пьеса моя пройдет такого-то числа, и что я приглашена на репетиции. И так все открыто. Пути к отступлению отрезаны. Я провалилась на самое дно. И так как страшнее в этом деле уже ничего не было, то можно было обдумывать положение. Почему, собственно говоря, решила, что пьеса так уж плоха? Если бы была плоха, ее бы не приняли. Тут, конечно, большую роль сыграло счастье моего дурака, чье имя я взяла. Подпишись я контантом или спинозой. Наверное, пьесу бы отвергну. Надо взять себя в руки и пойти на репетицию. А то они меня еще через полицию потребуют. Встретил режиссер меня погравительственно. Автор? Ну ладно, садитесь и сидите тихо. А на сцене шла репетиция. Молодая актриса Гринева играла главную роль. В руках у нее был свернутый комочком носовой плато, который она все время прижимала к карту. Это была мода того сезона у молодых актрис. Не бурчи под нос, кричал Карпа. Лицом к публике роли не знаешь. Я знаю роль, обиженно говорила Гринева. Знаешь? Ну ладно. Суфлер, молчать. Пусть жарит без суфлера на постном масле. Карпов был плохой психолог. Никакая роль в голове не удержится после такой острастки. Какой ужас. Какой ужас, думала я. Зачем я написала эту ужасную пьесу? Зачем я ее отправила в театр? Мучают актера. Заставляют их учить на зубок, придуманную мной хинею. А потом пьеса провалится. И газеты напишет, стыдно серьезному театру заниматься таким вздором, когда народ голодает. А потом, когда я пойду в воскресенье к бабушке завтракать, она посмотрит на меня и строго скажет. До нас дошли слухи о твоих историях. Надеюсь, что это не верно. Я все-таки ходила на репетиции. Очень удивляло меня, что актеры дружелюбно со мной здороваются. Я думала, что они все должны меня ненавидеть и презирать. И вот наступила неотвратимая. Наступил день спектакля. Идти или не идти? Решила идти. Но залезть куда-нибудь в последние ряды и спрятаться за публикой. Карпов ведь такой энергичный. Если пьеса провалится, он может высунуться из-за кулиси и прямо закричать мне «Пошла вон, дура!». Пьеску мою пристегнули к какой-то длинной и нудной четырехактной скукотище начинающего автора. Публика зевала, скучала, посвистывала. И вот, после финального свиста и антракта, взвился, как говорится, занавес и заторентили мои персонажи. Какой ужас! Какой срам, думала я! Но публика засмеялась раз, засмеялась два и пошла веселиться. Я живо забыла, что я автор, и хохотала вместе со всеми, как комическая старуха Яблочкина, изображавшая женщину-генерала, маршировала по сцене в мундире и играла на губах в военные сигналы. Актеры вообще были хороши и разыграли пьеску на славу. «Автора!» – закричали из публики. «Автора!» Как быть? Занавес подняли. Актеры кланяются. Показывают, что ищут автора. Я вскочила с места, пошла в коридор по направлению к кулисам. В это время занавес уже опустили, я повернула назад. Но публика снова звала автора. И снова занавес поднят. И актеры кланяются. И кто-то громко кричит со сцены. «Ну где же автор?» И я опять тянулась к кулисам, но занавес снова опустили. Продолжалась эта моя беготня по коридору до тех пор, пока кто-то лохматый не схватил меня за руку. И не заорал. «Да вот же она, черт возьми!» Но в это время занавес, поднятый в шестой раз, опустился окончательно. И публика стала расходиться. На другой день я первый раз в жизни беседовала с посетившим меня журналистом. «А что означает ваш псевдоним?» «Это имя одного дур...» «То есть такая фамилия». А мне сказали, что это из Киплинга. «Я спасена!» «Я спасена!» «Я спасена!» «Действительно, у Киплинга же есть такое имя!» Сразу все вспомнилось. «Ну да, конечно, из Киплинга!» В газетах появился мой портрет с надписью «Тэфи». Кончено. Отступления не было. Так и осталось. Свои и чужие. Всех людей по отношению к нам мы разделяем на своих и чужих. Свои – это те, о которых мы знаем, наверное, сколько им лет и сколько у них денег. Годы и деньги чужих скрыты от нас вполне и навеки. И если почему-нибудь тайно это откроется нам, чужие мгновенно превратятся в своих, а последние обстоятельства крайне для нас невыгодны. И вот почему. Свои считают своей обязанностью непременно резать вам в глазах правду матку, тогда как чужие должны деликатно привирать. Чем больше у человека своих, тем больше знает он о себе горьких истин, и тем тяжелее ему живется на свете. Встретите вы, например, на улице чужого человека. Он улыбнется вам приветливо и скажет «Какая вы сегодня свеженькая!» А через три минуты, что за такой срок может у вас измениться? Подойдет свой, он посмотрит на вас презрительно и скажет «А у тебя, голубушка, что-то нос вспух? Насморк, что ли?» Если вы больны, от чужих вам только радость и удовольствие, соболезнующие письма, цветы, конфеты. Свой первым долгом начнет допытываться, где и когда вы могли простудиться. Точно это самое главное. Когда, наконец, по его мнению, место и время установлены, он начнет вас укорять, зачем вы простудились именно там и именно тогда. Но как же можно было идти без калошек тети Маши? Это прямо возмутительно, такая беспечность в твои-то годы. Кроме того, чужие всегда делают вид, что страшно испуганы вашей болезнью и что придают ей серьезное значение. Боже мой, да вы, кажется, кашляете, какой ужас! У вас, наверное, воспаление легких. Ради бога, созовите консилиум. Этим шутить нельзя. Я, наверное, сегодня всю ночь не усну из-за беспокойства. Все это для вас приятно. И, кроме того, больному всегда лестно, когда его ерундовую температуру в 37 градусах увеличают воспалением легких. Свои ведут себя совсем иначе. Скажите, пожалуйста, уж он и в постель завалился. Но как не стыдно из-за такой ерунды? Возмутительная мнительность. Ну возьми себя в руки. Подбодрись. Стыдно так раскисать. Хороша ерунда, когда у меня температура 38 градусов, пищите вы, привирая на целый градус. Великая важность издевается свой. Люди тиф на ногах переносят, а он из-за 38 градусов умирать собирается. Возмутительно. И он будет долго издеваться над вами, припоминая разные забавные истории, когда вот вы так же томно закатывали глаза и стонали, а через два часа уплетали жареную индейку. Рассказы эти доведут вас до бешенства и действительно поднимут вашу температуру на тот градус, на который вы ее приврали. На языке своих это называется «подбодрить больного родственника». Вводить знакомство со своими очень грустно и раздражительно. Чужие принимают вас весело, делают вид, что рады вашему приходу до экстаза. Так как вы не должны знать, сколько им лет, то лица у них всегда припудрены и моложавы, разговоры веселые, движения живые и бодрые. А так как вы не должны знать, сколько у них денег, то чтобы ввести вас в обман, вас будут кормить дорогими и вкусными вещами. По той же причине вас посадят в лучшую комнату с самой красивой мебелью, на какую только способны. А спальне с гранными занавесками и табуреткой вместо умывальника вам даже и не покажут, как вы не просите. Чашки для вас поставят новые и чайник не с отбитым носом. И салфетку дадут чистую, и разговор заведут для вас приятный, о каком-нибудь вашем таланте. А если его нет, так о вашем его шляпе. А если ее нет, так о вашем хорошем характере. У своих ничего подобного вы не встретите. Так как все годы и возрасты известны, то все вылезают хмурые и унылые. Эх, старость не радость, третий день голова болит, а потом вспоминаю, сколько лет прошло с тех пор, как вы кончили гимназию. Ах, время-то как летит. Давно ли? Кажется, уж не как в 30 лет прошло. Потом, так как вам известно, сколько у них денег, и все равно в этом отношении вас уже не надуешь, то подадут вам чай с вчерашними сухарями, заговорят о цене на говядину, и о старшем дворнике, и о том, что в старой квартире дуло с пола, а в новой дуй с потолка, но зато она дороже на 10 рублей. Чужие по отношению к вам полны самых светлых прогнозов. Все дела предприятия вам, наверное, великолепно удадутся. И еще бы, с вашим-то умом, да с вашей выдержкой, да с вашей обаятельностью. Свои, наоборот, заранее оплакивают вас, недоверчиво качают головой и ахуя. У них какие-то тяжелые предчувствия на ваш счет, и кроме того, зная вашу беспечность и безалаберность, рассеянность и неумение ладить с людьми, они могут вам доказать, как дважды два-четыре, что вас ждут большие неприятности и очень печальные последствия. Если вы вовремя не одумаетесь и не выкинете из головы дурацкой затеи, сознание, насколько чужие приятнее своих, мало по малу проникает в массы. И я уже два раза имела случай убедиться в этом. Однажды, это было в вагоне, какой-то желчный господин закричал на своего соседа. «Чего это вы тут развалились-то? Нужно ж соображать, что другому тоже место надо. Если вы невоспитанный человек, так вы должны ездить в собачьем вагоне, а не в пассажирском. Имейте это в виду». А сосед ответил ему на это. «Удивительное дело! Видите меня в первый раз, а кричите на меня так, будто я вам брат родной. Черт знает, что такое». Второй раз я слышала, как одна молодая дама хвалила своего мужа и говорила, «Вот мы женаты уже четыре года, а он всегда милый, вежливый, внимательный, точно чужой». И слушатели не удивлялись этой странной похвали, не удивляюсь и я.